Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И Арсений Севицкий, сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Здравствуйте, Арсений. Добрый вечер. Да. И передаю слово модератору сегодняшней дискуссии, Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Да, еще раз всем добрый день и добрый вечер, коллеги, смотря какое время суток. Сейчас подключится Светлана Кириллко, я тогда ей могу сказать доброе утро. Действительно, сегодня, я бы сказал, у нашего эксперта нанотического клуба очень тема актуальная. И, наверное, не побоюсь этого, наверное, одна из самых сложных стала по организации, потому что по разным причинам многие люди осторожно хотят про эту тему говорить. Но, мне кажется, все эти вещи, они лишь только подчеркивают ту важность, которая есть у этой темы. Потому что, наверное, за все месяцы общественно-политического кризиса в Беларуси мы, безусловно, увидели много очень неожиданных, со знаком плюс, так и со знаком минус событий от народских силовиков. И, с одной стороны, это и то беспрецедентное насилие, с которым мы столкнулись. И в то же время, наверное, тоже, может быть, мы сейчас обсудим, насколько беспрецедентные примеры того, как силовики стали покидать систему. Ну, а те, кто не покидают, многие изнутри также ведут себя, в общем, и проявляют далеко не только к этой системе лояльность. И, наверное, мы видим, что эта ситуация так или иначе будет во многом очень влиять и на нашу жизнь, и на динамику событий в Беларуси. Поэтому решили все-таки пытаться про это сегодня поговорить. Я еще раз очень благодарен всем тем спикерам, которые согласились сегодня выступить. И также благодарен всем нашим, как всегда, замечательным гостям, которые с нами здесь сегодня собрались. И, наверное, первый вопрос, который сегодня хотелось бы обсудить, это те настроения, то состояние, которое сегодня в силовых ведомствах царит. Понятно, что силовый блок, он очень различен. И, наверное, в разных ведомствах, у разных сотрудников могут быть разные восприятия нынешней ситуации. Но, тем не менее, давайте попробуем с такого общего вопроса обсудить, что, в принципе, можно сейчас будет ожидать от силового блока, например, в случае продолжения или эскалации насилия. Как, в принципе, силовый блок себя может повести. И, наверное, начать бы я сегодня хотел с Александра, который, как уже сказал Антон, представляет сейчас в инициативе Байпул. Но в прошлом был подполковник, начальник отдела третьего управления ГУБОПИКа по противодействию экстремизму, преподавательской академии ВД. В общем, человек, который, наверное, если кто-то и представляет там ситуацию, то достаточно логично, что как раз Александр может в этом что-то сказать. Поэтому, Александр, вам слово. Какие у вас впечатления от нынешней ситуации в силовом блоке? Спасибо. Значит, хочу сказать, ну, я как представитель инициативы Байпул общаюсь непосредственно с людьми, действующими силовиками с различных подразделений, ну, и также с теми, кто недавно был уволен со службы, либо уволился самостоятельно. И, в принципе, мы мониторим настроение и знаем, что там происходит сейчас. Если говорить о том, что начнется новая волна протестов и будет эскалация насилия, и что будут делать силовики, да? Я так понимаю, нас интересует. Значит, мое мнение следующее, что, ну, силовики, они делятся на определенные, как сказать, касты, да, можно так назвать. То есть те, кто служит в подразделениях таких, как ОМОН, тот же ГУБОПИК, значит, СОБР, в различных спецподразделениях, и силовики, которые служат в центральном аппарате МВД или в центральных аппаратах ведомств или областных управлений. У них совершенно разные понятия, и они по-разному мыслят. Потому что низовые подразделения сейчас набираются, ну, там большой был некомплект, много людей увольнялось и понабирали людей низкого инструктуального уровня, значит, после армии, и им вдалбливается, то есть это люди несозревшие, им в голову вдалбливается пропаганда там практически ежедневно. Проверяются их мобильные телефоны, подписывают их на различные правовластные каналы, читают им лекции, показывают фильмы, значит, им промывают мозги регулярно, и они, в принципе, я так считаю, что будут делать все, что им скажут. Также те, кто участвовал в подавлении протестов в августе, которые замарали себя в крови, совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, участвовали в пытках, и также им отступать некуда, и они будут выполнять все, что им скажут, любые приказы. Потому что они понимают, там у них такое настроение, что если Лукашенко уйдет, то нас будут тут вешать на деревьях, и наши семьи то же самое. Но если взять интеллектуальный уровень повышек сотрудников, центральных аппаратов и собластных тех же управлений, то там люди отличаются. Естественно, руководители, они будут также держаться за власть, потому что, я знаю, освободилось много вакансий, значит, и люди повышались. Даже если он ранее что-то еще думал, зачем людей бьют, что это неправильно, а когда ему дали вышестоящую должность, он, как говорится, закрыл рот и служит дальше, продолжает. То есть, но люди там, они все-таки с высшим образованием некоторые и по два имеют. Ну, вот как я служил, так у меня и три было. То есть, люди есть разные, и они собираются в группы, обсуждают. И я считаю, что при поступлении приказов совершать конкретно преступления, допустим, применить оружие, то не все пойдут их выполнять. Но, а если соберется критическая масса народа, то есть, выйдут люди в таком количестве, как выходили в АУС или даже больше, то они и с радостью сложат оружие. Потому что их загнали сейчас в рамки, то есть, невозможно практически работать. У них, ну, вы слышали, наверное, запретили выезды за границу. Значит, они должны перед тем, как ехать, должны написать рапорт, чтобы его сняли с контроля границы. Рапорт, и только после этого, когда его снимут, он может поехать на отдых. И то в определенные только страны. Значит, в общем, также у них проходят полиграфы регулярно, сотрудники. Мы, естественно, работаем с ними. Об этом знают те же власти, и они пытаются наших людей, которые с нами работают, выявить. И, соответственно, там у них все друг другу не доверяют. Они в курилках боятся даже разговаривать на какие-то темы. И когда с людьми говоришь, они говорят, вот мы, допустим, патрулировали город, вчера шли с человеком, который я 15 лет знаю, но мы ни слова про политику не обронили. Я даже понятия не имею, о чем он думает. То есть поддержит он власть или нет. Значит, ну, поэтому давайте послушаем других спикеров, кто только что о чем думает. Мои мысли я высказал. Да, спасибо. Спасибо, Александр. В таком случае, Егор и Арсений, мы можем, в принципе, в любом порядке идти. Кто хотел бы здесь, у кого-то есть какие-то мысли на счет этого добавить. Понятно, что мы сейчас говорили с такой практической точки зрения, не только, скажем, экспертного опыта, но и с практической работы, как, понятно, Байпол, работа с людьми в системе. Очевидно, что аналитики не с такого взгляда видят. Тем не менее, Егор, какие впечатления... Конечно, я не аналитик, я не политик. Да, понятно. Тогда было бы более чем понятно. Поэтому, Егор, на этом фоне, какие у вас впечатления о настроениях, о настроениях, и, может быть, не только, как говорили МСГВД об аппарате МВД, но, в принципе, это уже в силовом ведомстве не исчерпывается, да. Какие впечатления? Настроения более оптимистичные или, наоборот, более упаднические? Ну, по МВД, тут единственное, что добавить стоит, это территориальность. То есть, как показали действия прошлого августа, ну и позднее милиция, непосредственно милиция в райотделах и так далее. Чем дальше от Минска, тем она, ну, скажем так, больше спустя руководительствовала в отношении протестующих. Ну, даже где они более-менее массово были. То есть, в основном, как правило, все делала, либо внутренние войска заезжали, либо ОМОН, как уже упомянутый. То есть, региональная милиция понимает, что их, условно говоря, 10 человек, их все знают, лицо прекрасно, они все живут, ну, так скажем, каждый день встречаются с гражданами, в том числе с теми, которые протестуют, в отличие от ОМОНа, где 2 миллиона населения в Минске, например. То есть, это, конечно, тоже налагает, так скажем, некоторый эффект, что они будут делать. То есть, в Минске, более-менее понятно, вот в районах чуть сложнее. Понятно, что там тоже есть, конечно, такие, которые, ну, как видно, это и в СМИ, и вообще, в целом, всплывают какие-то лица, которые думают, что вот она, можно было запасово сейчас схватить, и резко сделать свой карьерный рост за счет вот этой черни, там, проявления рвения такого, там, в отношении протестующих, и даже просто люди, которые там рассказывают где-то мнение. Это есть такой эффект касательно МВД. Что касательно армии, то тут дифференциация очень большая. Во-первых, как показалось все действия прошлого года, следует отличать силы специальной операции от армии. То есть, силы специальной операции, по сути, ну, не зря, что Покошенко перед выбором, там, все три основные бригады наши. Фактически, он формировал, вот еще с учетом 14-15 опыта боев в Украине, он формировал фактически, как сказать, высокомобильные внутренние войска. Вот что у нас превратили из силы специальной операции. То есть, это оснащение техникой, это тактика действия в городах, и так далее, тогда это наращивалось. Ну, и в конечном итоге вот их применение мы, в общем-то, видели в Минске очень хорошо и широко. Другое дело, совсем армия. Армию мы тоже видели, как бы привлекалась наша 120-я бригада, но, как показал опыт, ни люди не трогали их, ни... они ни людей не трогали. То есть, у них была функция просто оцепления. Соответственно, если будет какая-то эскалация насилия, и где-то их поставят в оцепление, если никто на них нападать не будет, то, само собой, не поедут, никого там быстро не соблюдается, в основном. А по уму и, точнее, по назначению они как раз и должны привлекаться сугубо для оцепления, там, комендантского часа, если вдруг до этого дойдет и так далее. Вот. Более того, армия, да, в принципе, даже и на МВД можно распространить, и на КГБ, и на другие структуры. Есть, опять же, отделение солдат и сержанты, младшие офицеры, старшие офицеры, высшие офицеры. С высшими офицерами все понятно. Здесь каблучками щелкнули никаких вопросов. Рядовые, ну, тут не то, что я не сказал, что там особое промывание мозгов, там больше, в принципе, без разницы, что происходит. Я пришел на службу, надо сделать, Надо, не знаю, покрасить траву, покрасил траву. Надо пойти прессануть какого-то там, условно говоря, оппозиционера, сделал это. То есть, это рутина без осознания, что ты делаешь. Младшие офицеры, да, немного с соображениями, более активные, так скажем, как жизненно активные. Кто-то, да, уходит, мы видели увольнение младших офицеров, кто-то, да, держит его, вот эта сумма, немаленькая сумма за распределение, если пять лет не отслужил, соответственно. Но, опять же, здесь чуть, так скажем, ситуация тоже больше, живут пока просто как живется. Вот. Основной вопрос это как раз старших офицеров. Это люди как раз на всех основных должностях. командиры батальонов, отдельных там отрядов и так далее, и так далее. То есть, это ключевые фигуры как раз-таки в деле обороноспособности государства, МВД и КБ и ААИ. Вот. У них основная проблема это какая? По сути, близка выслужа. То есть, надо бы дотянуть до нее, чтобы была премия, пенсия хорошая. С другой стороны, вроде как, это и возможности карьерного роста. То есть, можно перескочить достаточно быстро в управление там, либо на какие-то теплые должности, да, все равно, где же в Минску. С другой стороны, тебя уже вроде как есть, это 10 лет, который для пенсии общий. Вроде как, у тебя, наверное, и квартира, есть что-то контрактное, где-то не такая большая сумма, чтобы бояться за нее в плане выплаты. То есть, вот это звено такое достаточно, как сказать, мобильное в плане принятия решений. То есть, кто-то, да, будет пытаться выплатить, как я говорю, за бороду, да, пытаться в этой ситуации скакануть. Как правило, это люди невысокого профессионализма, а как раз-таки наоборот, которые были за стенках и понимают, что это единственный шанс подняться. Те, которые офицеры видят это, а это началось же, так сказать, назначение на высшие должности людей, менее компетентных, но более лояльных, задолго до выборов. И это одна из причин недовольства системой Лукашенко власти. Не все ее отождествляют с Лукашенко персонально, но все это понимают, что вот это вот, когда по линии продвигаются те, которые, ну, так сказать, низкого, не то, что даже морально-качества, но и компетенции, это, конечно, так скажем, офицеров хороших, но раздражает. И действительно, делать пребывание в силовых структурах, ну, как сказать, некомфортно. Это, кстати, к вопросу о дальнейшем бытии и отношении к офицерскому составу. Сейчас много говорят иллюстрации, вот на мой взгляд, иллюстрация должна быть по двум к примеру. То есть, не совершал это преступление прямое, а второе, это компетенция. В диктаторских режимах, в коррумпированных режимах, как правило, некомпетент, точнее, лояльность равна некомпетентность. Нет, есть, конечно, как говорится, образованные мерзавцы, но их немного, на самом деле. То есть, если человек, даже, условно говоря, посторонник Лукашенко и прочей нон-компетенции на своем месте, то, в принципе, его имеет смысл оставлять и работать с ним дальше, показать его перспективы развития. Что это дает? Это, как правило, отсеивает до таких вот лизоблюдов, скажем так, и создает комфорт для развития личности уже офицера нормального, который действительно посвятил всю жизнь служению Родине, защите государства и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, вот это как раз должен быть к примеру иллюстрации. И как раз таки вот сейчас вот эта же моральная дилемма и стоит у этих офицеров. То есть, как быть дальше? Ну, и тут проблема основная и для многих из них. С Лукашенко все понятно. То есть, вроде как, та же служба, все то же самое. Надо же понимать, что силовой блок конкретней армии мало затронули с беспорядкой. Говорю, три бригады эти, ну, 120-я и еще там кое-где на местах. Остальные, как служили, так и служили. Но где-то на полигоне очень-очень задержались. Это тоже нормально. Вот. И у них, получается, Лукашенко это понятно, а без Лукашенко непонятно. То есть, нет предложения, четкого предложения, что будет дальше. Потому что, вот такие слова, как реформы, права человека, особенно вот этот каргокульт, условно говоря, милицию в полицию, КГБ, службу безопасности, вместо смешанной комплектности армии, комплектования, оставим, давайте только профессионально. Это просто все понимают, что это каргокульт, за ним ничего не стоит, потому что нет цели. И вот отсутствие вот этого цели полагания, любые действия, любые реформы, в том числе и наличность, они как-то отпираются на целеполагание. Если нет цели, то все действия, они бессмысленны. И вот для них не видна вот эта вот цель, что ли, не видно предложение, конкретное предложение, осущенное, что будет дальше. Понятно, что да, и от Тихановски что-то звучало где-то и прочее, но нет, как сказать, нет вот этого массированного, коллективного, исходящего, можно сказать, от народа, представленного различными блогерами, в том числе и вот такими конференциями и прочее. Что народ предлагает будущее для силовиков? Потому что в большей степени как раз массируется то, что да, негатив, что там, не знаю, от того, чтобы чуть ли не лишать квартиры, увольнять и отправлять там в Магадан, до, да, вешать, как обычно, говорят, вешать на столбах или что там, то есть пока угрозы для них будущего преобладают над некими, ну, более-менее хотя бы четко оформленными перспективами. А это для любого человека, силовик, не силовик, неважно кто, для любого человека понятно, что он всегда в таких условиях будет выбирать статус. То, что мы, в общем-то, и наблюдаем с большим. Егор, если можно, хотел бы уточнить, понятно, что такое, конечно, абстрактное обсуждение, что там принимают силовики, но тем не менее, я просто пытаюсь понять, а как должна, в принципе, в таком случае выглядеть понятная форма. То есть, с одной стороны, как только мы говорим условно о правах человека, оказываются вроде бы абстрактные конструкты, то понятно, что, ну, в принципе, глобальная цель должна быть. Ну, да, например, чтобы силовики соблюдали права человека. А иначе, про что мы должны говорить условно? Про то, какая должна быть форма, ну, тогда это получается как раз карминкульт, мы говорим, не существует по фронтам. А как должно это выглядеть, потому что, я вот уже не однократно слышу этот аргумент, да, что не объяснили, что это будет. Для военного и любого силовика две здесь цели. То, что затрагивает квартиры, это социально, это вторая часть. Не для всех это, кстати, мотивировочная часть. Первое, это твое назначение. То есть, грубо говоря, для них нужно объяснить, как будет строиться наша безопасность выстраиваться. Первое, это вертикально основные цели, то есть, блоковый, неблоковый статус, какие перспективы, в какие сроки комплектования штата, откуда будем брать, подготовка и так далее. То есть, как это будет увязано по цель, дальше, какая роль, допустим, КГБ, МВД, спецподразделения, армии в защите безопасности. Соответственно, то есть, нужно две линии. Одна четкая это концепция безопасности, скажем так, выстроенная четко, ну, относительно детализированная, чтобы каждый понимал, ну, какое место, будет в мире его. И вторая, тогда социальная. На самом деле, они две увязаны, и для некоторых, особенно молодых офицеров, действительно, вот это понимание, что ты нужен Родине, и что ты будешь делать конкретно для этой Родины, оно действительно, ну, многие офицеры поступают на энтузиазм, и для них на первых порах, пока они, по крайней мере, без семьи, это важнее социальная составляющая. Социальная составляющая, опять же, делится на два. Это действующие офицеры, каково их будет будущее по завершению трога службы, условно говоря. По второму у нас, как обычно, это минус. Минус, он опять же сопряжен с двумя составляющими. Первое, как бы, ну, понятно, в силу службы мало кого есть возможность получать некоторое дополнительное образование, особенно те, которые в войсках сидят, не маркеты топчут, а которые полгода в полигоне, да, вот, для них это действительно проблемно получить некую специальность дополнительную, ну, скажем, период службы своей. Это часть, которая получается, ну, действительно, делает их как-то слабыми, вот, перед такой пропагандистской штучкой, что никому вы не нужны награжданам, да, на самом деле это не так, но это на них работает, потому что они понимают, ну да, я услужу, что я еще могу, кроме как-то, ну, чем занимаюсь, да, условно говоря. Вот, соответственно, должна быть подготовка, ну, по крайней мере, к старшим лицам, некоторая подготовка пенсии, их трудоустройство, что ли хотите. Вообще, нормальная система менеджмента в этом смысле у США, где они служат, потом уходят поработать на гражданские какие-то должности, потом возвращается в министерство, в итоге на выходе на пенсии со службы это получается толковый управленец, который востребован как в войсках в дальнейшем, как учитель в войсках, там, допустим, так и как менеджер там от университета до промышленного предприятия. Вот это комплекс такой у нас вообще никогда он не поднимался на серьезном то, что можно его предлагать и даже если у нас действительно все это поменяется, это то, что необходимо делать. То есть сделать с офицера, как я уже когда-то говорил, первого и лучшего гражданина. То есть человек, который понимает нужды гражданского сектора, понимает нужды военного, силового плота, так скажем, понимает, где они сопряжены, где расходятся и как быть в таких вот ситуациях, как мы видим, как сейчас, когда власть, условно говоря, человек говорит, что выборы специфицированы, наглую напрямую, да, но я тут власть, как бы меня хотят сместить там натовцы или олигархи российские. То есть воспитать офицера нужно хорошим, но тут мы всталкиваемся на следующую ситуацию. Вы понимаете, что офицеры, как и солдаты, тем более, комплектуются со школы. Соответственно, сами понимаете, какой у нас уровень образования, который делается, ну не знаю, сейчас условно говоря, на кнопку нажимать и плюс воспитание, подчиняйся. Ну вот, как это обеи, да, кепочка стандартная. Вот функция образования фактически у нас была. То есть, для этого, чтобы нормально был и офицер, и солдат, нужно реформировать и образование. То есть, нужно делать компетентного человека, способного мыслить, действовать самостоятельно, в том числе, но в то же время и в составе группы. Ну, грубо говоря, если уже оценивать боевые действия, то как раз сейчас и сводится все к тому, что солдат должен быть автономной боевая единица, которая может действовать самостоятельно, но в то же время в малых и больших группах, в том числе и в числе соединений. То есть, нужно воспитать человека. Как вы понимаете, уже сейчас, вот те, которым, словно говоря, 18 лет, в определенной степени это потерянные граждане. То есть, если говорить о стратегических развитии и трансформации силового блока, то это реально минимум 10 лет. Особенно, если ставить задачи на оборону не так, как сейчас мы опираемся на защиту России, например, либо ставить задачи на НАТО, как некоторые предлагают. А если ставить с опорой на свой, на свою составляющую, это можно. Все говорят, что мы маленькая страна, все это чужие. Есть различные методы дипломатических специальных операций, целый ряд методов, как можно обеспечивать оборону государства. Но эта задача действительно стратегическая на 10 лет. И если это более-менее обрисовать, нормально обрисовать, спустить до каждого уровня, от высшего офицера до солдата, то, ну, конечно, это, как вам сказать, это будет плюс даже с той точки зрения, потому что вот это вот все обычно не обрисовывают даже тем, кто сейчас в войсках в основном есть. Да, они понимают, что ему делать на своем должности, на своем ранге. Ну, как правило, как у нас учат на ступени выше, занимая звание должности. Но линии вот этой военно-политической линии мало кто понимает. Мало кто знает, что такое ДКБ, кроме того, что мы вроде как должны защищать, как мы действуем правовые основы, когда мы впрягаемся за них, когда они за нас и так далее, и так далее. То есть вот это отсутствие. В основном вот эта вот работа военно-политическая, да, она заменена действительно на эти логичные. Рассмотр панорамы, арсенала там и так далее. И, как обычно, установку бы никому не нужны. То есть это многофакторная сложная задача и подходить к ней действительно надо вот как минимум с той стороны, как я говорил, чисто силовая, обеспечение безопасности и социальной. Соответственно, каждый из этих секторов там делится на свои составляющие, но вот это вот, если это будет хотя бы как-то обрезованно в виде, в идеале, я говорю, концепции национальной безопасности, то есть она будет предложена, так скажем, нормальная. Понятно, она будет подвержена критике многократно, и это нормально, можно не обращать внимания. Но, по крайней мере, когда будет некая цельная составляющая, повторюсь, не в смысле, что мы там с УДКБ, или с Россией, либо с НАТО, а вменяемая нормальная концепция на уровне той, которая есть, только, ну, так скажем, свое понимание. То это действительно нужно стимулировать, как сказать, понимание будущего для этих. Да, спасибо, спасибо, Егор. Егор, мне кажется, немножко прервалась связь, зависит в картинках. А, вот сейчас появился Егор, да? Прошу прощения. Все сказал, да. Да, да, спасибо, Егор. И вот только с одной стороны мне всегда понравились мысли по поводу стратегического характера и про 10 лет, которые понадобятся. Хотя я представил, что, наверное, если мы вот сейчас там условным ребятам, которые стоят, как мы тут выяснили, то есть призвенники и вот цеплений сказать, ну, знаете, выкашно-посерянное поколение, мы уже через 10 лет что-то будет. У меня есть какое-то ощущение, что это вряд ли то, что мотивирует этих людей приходить на сторону тех, кто такие вещи предложил. Тем не менее. Это правильно, да. Нет, ну, да. Это грубо, конечно, но факт, факт. Ну, вот это, да. Спасибо, Егор. Тогда Арсений, давай двигаться дальше. Какие у тебя мысли с точки зрения и настроений, и мы уже плавно переходим на обсуждение, что с ними делать и какие, в принципе, какие, в принципе, должны быть шаги, чтобы эти настроения так или иначе как-то, не знаю, менялись или не менялись. И, может, наоборот, все с настроениями хорошо. Ну, если говорить про настроение, то мне кажется, важно зафиксировать один важный аспект. В целом, силовой блок, прежде всего, руководящий состав чувствует себя победителем. Они смогли с помощью достаточно жесткой силы стабилизировать политическую обстановку, они увидели, что, в принципе, непропорциональное применение силы эффективно. И, соответственно, если силу применять в абсолютных масштабах, то можно достичь и некого абсолютного эффекта. Поэтому я бы сказал, что они готовы на все. И даже те действия, действия, которые предпринимали силы во время событий в августе, сентябре, особенно, это и непропорциональное применение силы и использование спецсредств и различных систем вооружений против мирного населения, это и развертывание концентрационных лагерей, говорит о том, что, в целом, там никаких ограничений на репрессивные практики не существует. И в нынешних обстоятельствах еще важно также отметить, что, в целом, вот этот опыт для самих силовиков является свидетельством того, что, в принципе, подобные поступки для тебя последствия. И я тут также соглашусь с предыдущими спикерами, с Егором и Александром относительно того, что в целом сейчас силовики как каста замазаны кровью, и поэтому им действительно отступать некуда. И мне кажется, что с этой точки зрения они действительно будут готовы выполнить любой приказ. но ровно до тех пор, пока государство выполняет свои обязательства в соответствии с социальным контрактом. То есть до тех пор, пока силовики получают вознаграждение плюс бонусы за те издержки социального характера, которые они под своих репрессивных действий. Вот до тех силовой блок будет монолитен. Все, кто про раз, два, три, раз, два, три. Все, кто был замечен в проявлении нелояльности, были или отправлены в отставку, или переведены на какую-нибудь почетную синекуру, а все те, кто испытывал какие-то моральные дилеммы, они сами ушли в отставку, поэтому мне кажется, здесь не надо питать никаких иллюзий. Ну, и как показывает венесуэльский опыт, где режим также сделал ставку на применение насилия в отношении собственных граждан, то в целом силовые ведомства это та часть общества, перед которым государство будет выполнять свои контрактные обязательства до последнего, да, то есть будут разрываться социальные договора с другими значительными группами общества, и мы видим, что в нашей ситуации уже общественный договор разорван с малым-средним бизнесом, с интеллектуалами, даже с пенсионерами, молодежью, но вот пока что силовики являются во многом единственной опорой действующей власти, и до тех пор государство будет эти социальные обязательства выполнять. Ну вот, наверное, да, вот что я хотел бы добавить. Спасибо, Арсений. Может быть, у тебя есть последок что-нибудь чуть более оптимистичное, или в принципе оптимизм не просматривается? Ну, пока что я не вижу каких-то таких оптимистических ноток. Мне кажется, действительно важный такой психологический аспект проблемы. в целом силовая корпорация полагает, что вот те протесты, которые происходили с августа по декабрь, они были во многом инспирированы незначительной частью белорусского общества, то есть неким таким коллективным меньшинством. и до тех пор, пока силовики будут протестующих и в оппонентах власти видеть вот это коллективное меньшинство, они будут беспредельничать и выполнять абсолютно любые приказы. Но как только изменится вот это психологическое восприятие с их стороны, то ситуация может измениться. И единственным триггером, который может подтолкнуть силовиков к переосмыслению ситуации в обществе, это конечно безусловно масштабный экономический коллапс, когда на улице выйдут не только социально-демографические группы, о которых я говорил, то есть мелкий и средний бизнес, молодежь, пенсионеры, но условно говоря выйдут бюджетники, пролетариат, рабочий класс и единственный сценарий, который может спровоцировать подобное развитие событий, это безусловно масштабный экономический коллапс. я думаю, что в этом году в целом экономическая ситуация достаточно еще управляемая со стороны руководства, но если санкционное давление будет наращиваться извне, как со стороны Запада, так и Россия будет спекулировать на этом давлении, принимая собственные экономические ограничения в отношении Беларуси, то я думаю, что уже следующий год может стать достаточно таким серьезным вызовом для Александра Лукашенко и его власти. Ну и в целом видно по его последним комментариям, что он главную угрозу для для себя видит именно со стороны экономики, а не со стороны своих политических оппонентов, которые он смог загнать в такое своеобразное протестное подполье. Ну и соответственно мне кажется, что до тех пор пока ситуация социально-экономическая стабильная, ожидать того, что протесты возобновятся в каких-то формах не приходится. Хорошо, не спасибо. И спасибо всем, кто присылает вопросы в чат. Я напоминаю, что вопросы вы присылаете, оставляете, и потом у нас будет возможность идти все вопросы и возможно кому-то и лично задать. Антон, я так понимаю, Светлана к нам еще не подключилась. Возможно, из-за часовых поясов она просто представляет другой час. Пока мы не видим. Давайте тогда, хотя, думаю, было бы интересно, особенно в контексте того, о чем говорил Егор, относительно того, как нужно представить эти реформы, с учетом того, что на уровне как раз такой деятельностью и занимается. Думаю, было бы, конечно, интересно послушать Светлану насчет этого. Ну, давайте тогда пока будем идти по нашим вопросам и позже подключиться, когда уже тоже подключим. И, наверное, если сейчас особенно после выступления не кажется совсем такая грустная картина, давайте тогда хотя бы обсудим, какие, наверное, главные выводы относительно силовиков можно сделать после событий августа 2020 года. Наверное, это тоже будет особенно интересное мнение Александра, потому что, я так понимаю, для вас тоже ситуация того, относить себя к силовикам или уже чувствовать себя в стороне тоже в этот момент возникло. И что, в принципе, вы, может быть, увидели, не знаю, что-то новое про своих сослуживцев, знакомых, друзей, или, может быть, наоборот, вы, в принципе, не увидели ничего нового, а просто все очень то, что было раньше понятно, просто у этих людей появилась возможность себя, что называется, показать на практике. Какие для вас, наверное, стали какие-то основные выводы, которые в том числе и вас самого как-то все это меняют свое положение? Ну, для силовиков главное это развеять их страхи увольнения. Вот они себя не представляют, что будет как бы в новой жизни, да. Я даже, когда увольнялся, это как будто на новородился, можно так сказать, прослужив больше 20 лет и тут уходишь и не представляешь, чем ты будешь заниматься. то есть обычно, если ты хочешь сменить сферу деятельности, ты себе подготавливаешь какую-то там платформу, новую работу находишь, потом взял и уволился, на новую устроился и работаешь дальше. А тут эти события привели к тому, что люди просто увольнялись из-за своих политических взглядов, из-за невозможности восприятия это насилие. То есть у нас я увольнялся из Академии МВД и, допустим, я пришел в дежурную часть и лежит 15 рапортов на увольнение. Я говорю, что это? Они говорят, да вот, пришли, значит, написали рапорта, кинули удостоверение и все, не хотят служить. Я посмотрел, там, командиры курсов, заместители командиров курсов, там, значит, ну, я пошел, посидел, подумал и тоже написал рапорт, принес дополнительно, добавил. Вот, поэтому они все думают, что вот сейчас, допустим, поднялась волна такой ненависти к правоохранительным органам и каждый уверен, что 100% я уволюсь и меня на работу никто не возьмет, меня все ненавидят. Я, допустим, общаюсь с людьми, уволившимися, они боятся называть, что они служили не только в МВД, а в каких-то именно подразделениях, которые сейчас себя больше всего показали в подавлении протестов, что это просто ужас, ну, чтобы кто-то узнал об этом, что они там служили. И, соответственно, нужно развеять их эти страхи. У них проблемы также выплата контрактных. Власть заманивает сотрудников с тем, что дает контрактное при заключении контракта там на 5 лет в основном, и человек, если не дослужил, он обязан вернуть эти деньги. Но это большая сумма для семьи. И обычно люди их тратят сразу, а потом, там даже если один день не дослужил, нужно все равно вернуть все эти контракты. Берут те же кредиты на жилье, и они думают, что эти проблемы нерешаемые. То есть, при увольнении это все. Мы даже, ну, вот, делали призыв через наш канал Байпол брать на работу уволившихся силовиков. И нам писали люди, что я готов взять там 5 человек, если вам кто-то напишет, там давайте. То есть, чтобы они не боялись увольняться, что они еще где-то кому-то нужны. Ну, естественно, это относится не к тем, кто совершал преступления, тяжкие, особо тяжкие, потому что, ну, сейчас уже трудно найти тех, кто не совершал вообще никаких преступлений, да, потому что там цель власти замарать их всех так, чтобы у них не было выбора, чтобы они служили дальше и никуда не уходили. Вот, и мы поэтому обращались и к штабу Светланы Тихановской, к примеру, чтобы они в своих обращениях к силовикам развеивали их вот эти их страхи. То есть, если вы уволитесь, мы вам поможем, найдем работу, значит, те же там BySol, ByHelp также помогают найти работу, переобучением там занимаются. Мы проверяем силовиков на причастность, вот они они нам допустим отправляют информацию, мы можем проверить, совершали эти люди преступление или нет. Вот, если он не совершал, уволился и в принципе может спокойно найти работу. Также, ну, конечно, погасить все их те же контрактные, ну, это невозможно. поэтому люди, если и увольняются в настоящий момент, они стараются доработать до конца контракта, а контракты обычно заключались вот, либо зимой перед Новым годом, либо летом, перед летом, там, в мае, к примеру, и всегда ожидается какая-то волна увольнений. Как только истекают контракты, люди, наконец-то, думаю, слава богу, не продлевают и уходят. У нас была информация даже, что о какой курс пограничников, которые учились, не помню точно, там, 2016 года выпуска или какого, что у них заканчивался контракт, и там подали рапорта на увольнение практически весь курс. Была информация, но она не проверена, но была такая информация. Поэтому самое главное политикам развеять их страхи, что их никто вешать на деревьях не будет. Значит, мы придем в Новой Белоруссии, будет закон и порядок, и если ты совершал преступление, ты будешь отвечать по закону, только суд примет решение, не будет никаких судов, там, линча, не будут тебя там расстреливать, выводить во двор, и никто твою семью не будет трогать. Все это должны заниматься политики, они должны развеять всех их страхи. Разве страхи действительно важны? Я вот тоже то, что я видел в каких-то статьях, интервью, анонимные силовиками, договорили, ну да, но там что-то эти политики говорят, не верю, я не представляю, что мы по-настоящему, этого не понимаю. А вот как в принципе этот страх развивать, какие нужны, не знаю, слова, конкретные планы, что в принципе еще очевидное какое-то нужно для того, чтобы ссылки этому поверили. Точнее, это может так даже сформулируем, а чему в принципе верят белорусские силовики? Верят силе. Понятно, какие силе, а помимо того, что против силовиков поставить толпу еще больше силовиков, какие-то кроме этого механизма в принципе есть для того, чтобы в принципе в чем-то убеждать, ну даже в наличии возможностей в том, что эта поддержка это не миф, а правда. Ну каждый, конечно, если они в настоящий момент им запрещают читать оппозиционные телеграм-каналы, они могут и не смотреть политиков оппозиционных, вообще не знать, что происходит там реально по другую сторону. Они живут в своем там мерке, вот читают там эти желтые сливы там или что, смотрят БТ и все, все в них в порядке. Но как тот же говорил Лукашенко, у нас идет информационная война, да, должны политики, блогеры там, значит, все придумать, каким образом до них нужно доводить эту информацию. Но если сами силовики не смотрят этого, то их родственники и знакомые смотрят и они могут довести, потому что ну есть случаи, что очень много разводятся с мужьями, там вот допустим сегодня мне рассказывали информацию, там сотрудник ГАИ был, участвовал в избиении людей и жена с ним из-за этого развелась. И он сейчас живет один там на квартире и уже запил и уже думает там совершить суицид. То есть его бросили все друзья знакомые, с ним вообще никто не общается благодаря этому. поэтому очень хорошо влияют родственники друзья, значит, которые могут довести до них эту информацию. И поэтому информация должна звучать со всех каналов, телеграм-каналов, ютуб-каналов, во всех средствах массовой информации всевозможных. Все политики должны ну те, кто имеет наибольший вес вещать, развеивать их страхи. страхи, составил список страхов и пожалуйста по каждому страху придумывай, что сказать, как их развить, давать обещания. Значит, мы со своей стороны тоже давали обещания и готовы помочь политикам. Хорошо, Александр, поэтому вопрос напоследок. Когда вы уходили, в принципе, после августа вы что-то новое узнали про русских силовиков в целом, про советов и бывших послуживцев в принципе какие-то впечатления? Или ничего нового это не произвело никакого эффекта? Что я могу нового узнать, если я там прослужил 21 год? я знаю все там, ничего нового. Разве что в армии я там не служил и только знаю по общению, а вот допустим по МВД что нового? Я единственное новое, что я узнаю какие-то обстоятельства новые, какие-то совершения преступлений, кто где участвовал, и как люди меняются, трансформируются. В августе допустим противников активных в милиции было, ну или в органах было больше, чем сейчас. Сейчас они все затихли, тут даже был противник и его еще не успели уволить, он уже ну я говорил закрыл рот и молча работает и нигде старается ничего не говорить. То есть произошла трансформация. В августе еще люди говорили, обсуждали, собирались в курилках и между собой в коллективах обсуждалось все, что происходит. Кто согласен, кто не согласен. Я допустим там обсуждал из 10 человек там один поддерживал, 9 было против. всего, что происходило. Теперь, как я говорил, они вообще ничего не обсуждают. Даже в баню ходят и то ничего не говорят о политике. И сейчас трудно им понять, кто там о чем думает, кто за, кто против. Внешне они все за. Понятно, да, ясно. Спасибо. Что-то, когда идем дальше. Егор, у вас были какие-то новые вообще впечатления о силовиках после августа? Что-то новое для себя узнали, может быть, что-то, чего они могут или новые, чего они не могут? Или действительно это просто подтверждается то, что было раньше? Да нет, как раз таки абсолютно нет. Надо же понимать, что все годы, буквально с 95-го, даже с 4-го, меньше с 95-го года Лукашенко затачивал силовиков сугубо под себя. Мы видели это в 95-м, когда разгоняли доблестный парламент, когда Игорьевич как отражение НАТО в составе союзной группировки. То есть, вот это был внешний фактор. А, так скажем, идейно-идеологически, в том числе отборы, было понятно, что это сугубо под себя, удержание своей собственной власти. Вот. И это, во что это вылилось, фактически сформировался, сложно оценить какой-то объем, но сформировался пласт таких ЧВК-чок, условно говоря, которым без разницы кто там платит, лишь бы была у меня хата, условно говоря, зарплата. Вот. Кому-то, да, в чем плюс силовиков для таких, скажем, солдатско-сержантских прапорского состава, это можно компенсировать свои комплексы неполноценности подростковые, условно говоря, когда-то гнобили за твое интеллектуальное развитие, а сейчас ты можешь любого академика пойти и дубинки покинать, да, ничего себе за это не будет. То есть, сформирован пласт, который вот, без разницы, российский флаг сюда придет, американский, еще какой-то, то есть, это будет пласт, который все равно будет вот эту работу делать, потому что их так отбирали, тебе сказали, ты выполняй, и, как сказал Хренин, преступный приказ, неприступный, мы люди военные. С одной стороны, это, конечно, большой негатив и колоссальная угроза для нас безопасности, то есть, в случае, если сюда Россия начнет отрезать условно говоря, такие быстро переметнуться, да, с другой стороны, в чем это хорошо, если сменится власть, то есть, если их не трогать, там, условно говоря, не увольнять, тотально не проще, они будут для новой власти работать ровно так же, будут арестовываться, и даже если дать, условно говоря, команду прессовать там бывших начальников, то будут это выполнять без всякого рассуждения за зрение совести и так далее, потому что это просто моя работа, за которую мне платят. Все. То есть, сложно оценить, конечно, какой-то пласт в процентном отношении, да, но таких людей, к сожалению, много, я не вижу, в том числе и МВД, и во всех структурах остальных, но, может быть, там, в мелких структурах, условно говоря, там, не знаю, служба безопасности и прочее, что-то там разница, но вот в масштабных, да, такие люди есть, действительно, и, к сожалению, говорю, в зависимости, как это используется, это большая угроза, но в то же время при смене власти это работает и в плюс, потому что это будет штат, которым можно будет выполнять задачи, а задач будет колоссальное большинство, и милиция будет нужна, разгонять их николь в разе нельзя, массовое сокращение допускать нельзя, потому что, так скажем, по переходу к новой власти, что мы можем ожидать, это 100% будет, это выход уволенных милиционеров, это выход, условно говоря, ебатик, засылка сюда с Российской Федерации, товарищи, которые будут выходить, пользоваться тем, что вы, мы же пришли, права человека, там, допуск вот этих массовых мероприятий открытых, и они же первые будут выходить, и они же, в принципе, учитывая вот эту дуболомостность, свое отсутствие интеллигентности, как у наших выходящих, они просто могут смести новую власть снова, если не будет силового блока. Вот это такая, и проблема, и решение силовой блока одновременно, поэтому я говорю, что подход вот этих к действиям силовикам, он должен быть максимально избирательным, то есть, ну, понятно, кто, так скажем, совершил преступление, тех, да, судить, это естественно, их, ну, не так уж и много, я имею в процентном отношении по отношению к всему силовому блоку. К остальным, конечно, должен быть подход, вот так я говорю, компетентностный, и, ну, так скажем, не вносить в них жизнь большой такой, по крайней мере, резкой трансформации, чтобы люди освоились, работали дальше и выполняли эти функции, которые будут стоять, так скажем, перед ними в рамках новой власти, от текущей оперативной до разработки стратегических действий. Кстати, по суду здесь же тоже большая проблема, на самом деле, как в свое время столкнулись украинцы, да, когда они, инвестрационная комиссия, условно говоря, кого-то снимала с должности, они шли в суд, восстанавливались, и все, потому что судебной реформы не было. Это первая часть, а вторая часть, а за что судить силовиков, вот это, кстати, не слышно. Они действуют, в принципе, в рамках закона. Превышение полномочий тоже формально сложно где-то привязать, да, там, которые лежачего били дубинками, там, ну, понятно, это, да, это отдельная тема, а всех остальных, это тоже такое скользкое понятие, а сейчас же специально Лукашенко, дорабатывает Лукашенко законодательства, что, мол, вот последний закон у нас безопасности, что смотрите, выставляете, как бы вам это дано право, да, то есть, и они будут действовать в рамках закона, за что их судить? То есть, я выполнял приказ в соответствии с законодательством, то есть, проблема суда, на самом деле, все говорят судить-судить, преступление-преступление, но если говорить действительно с формально юридического языка, то это очень большая проблема. Судить по каким законам? Если фашистов с уже нею все понятно, по внешнему законодательству, да, по международному, внешний трибунал, то как судить их по белорусскому закону, большая проблема. Да, спасибо, Егор, действительно, действительно, большая проблема. Мне понравилось в этом рассуждении насчет того, как силовики будут, в принципе, еще что, при таком их массовом оппортунизме готовы служить новая власть, наверное, только осталась, как это, осталась маленькая деталь, как же завершить переход от одного к другому, а в остальном, все будет в порядке. Ну и да, действительно, вопрос, вопрос о судебной системе, конечно, всегда сложный, потому что, понятно, да, что альтернатива, если признать, ну, раз был закон, что можно всех расстреливать, законы не нарушены, все в порядке, но приятно, что, конечно, такая ситуация грозит обратно, но грозит, как раз, воплощение тех самых худших подозрений на счету, в этом бежене на столбах, потому что, конечно, если просто сказать, что это все было окей и все нормально, то тоже непонятно, к чему это выглядело. Хорошо, давайте тогда будем двигаться дальше. Арсений, какие у тебя остались впечатления о белорусских силовиках после августа? Узнал ли ты, в принципе, для себя что-то новое о них? И какие для тебя остались выводы? Ну, если честно, я не очень был удивлен тем насилием, которое силовики применили по отношению к протестующим. Дело в том, что с самого начала избирательной президентской кампании силовой блок, прежде всего силы специальных операций и спецподразделения других силовых ведомств затачивались на очень жесткий сценарий. И это было видно по посещению Александра Лукашенко элитных частей как сил специальных операций, так и внутренних войск. Вот эти демонстрации разгонов массовых незаконных мероприятий. Прошу прощения, коллеги, я прошу просто выключать микрофон и те, кто сейчас не говорит, чтобы у нас не было отвлечения. Арсений, прошу прощения. Да, просто... Антон, ты думаешь, что-то замьешь всех кроме Арсения и потом будем включать? Я думаю, что-то возникало в том, что-то я был готов к развитию событий именно по такому жесткому кровавому сценарию. Лично для себя, что я отметил, это очень серьезное падение профессионализма тех же внутренних войск и спецподразделений в сравнении с предыдущими кризисными годами. Давайте вспомним, как разгонялись 30-тысячные протесты в центре Минска в 2010 году в декабре после президентских выборов. И сравнивая последствия вот этих двух разгонов, мы видим, что в случае подавления протестов в августе и сентябре применение силы со стороны силовиков осуществлялось абсолютно непрофессионально. Я имею в виду непропорциональную реакцию на возникающую угрозу. И с этой точки зрения это действительно очень серьезная проблема для национальной безопасности и для политической стабильности внутри страны, потому что мое личное убеждение заключается в том, что масштабные протесты, которые возникли 10 августа, то есть на день после выборов, были связаны не с фальсификациями выборов, а именно с жестоким кровавым подавлением протестов вечером 9 августа после того, как избирательные участки закрылись. Поэтому непрофессионализм силовиков сыграл злую шутку с Александром Лукашенко и по сути вот эти кровавые разгоны они стали ударом по внутриполитической легитимности сначала Александра Лукашенко в глазах большей части общества, ну и впоследствии подорвала его легитимность на международной арене. Поэтому чем менее профессиональные силовики, тем больше они создают проблем как для действующей власти, для руководства и в итоге руководство попадает в зависимость от силовой корпорации и силовая корпорация пытается манипулировать руководством, понимая, что им отступать некуда, ну не говоря уже про международные последствия в виде усиления санкционного давления. Что касается законодательства, я тоже хотел прокомментировать. Дело в том, что Беларусь пока что не меняла свою конституцию на манер российской. Все-таки у нас пока что приоритет международного права действовать над национальным. Поэтому если поносить какие-то оценочные суждения по отношению к действиям силовиков в ситуации прошлого года, то если действительно национальному законодательству эти действия соответствовали, то с международным правом возникают проблемы. Я думаю, что вы помните по инициативе главы программы развития ООН даже состоялось несколько встреч с руководством Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, где была подчеркнута необходимость соблюдения неких международных норм. И здесь я бы выделил две основные нормы, которые необходимо соблюдать. Первая это безусловно пропорциональность применения силы возникающей угрозе. И здесь мы видим, что сила была применена абсолютно беспорядочна, непропорциональна и непрофессиональна. И второй момент это маркировка. Так как государство обладает монополией на применение насилия, то сотрудники силовых ведомств должны быть маркированы соответствующим образом. То есть они не могут действовать как какая-то анонимная сила, которая к тому же еще вооружена. И здесь стирается грань между вот этим насилием, которое монополизировано государством и несанкционированным насилием. И ну здесь тоже мы видим, что в большинстве своем особенно в августе сентябре силовики участвующие в разгонах были не маркированы. Это вот мой комментарий. И еще что я хотел также сказать. если говорить про некое будущее, что нам делать вообще с силовым блоком, люстрировать его, амнистировать. Мы уже переходим к третьему вопросу. я хотел привести опыт Южно-Африканской республики, где после окончания процесса примирения и демонтажа режима апартеида была создана так называемая комиссия по правде и примирению, которая гарантировала амнистию всем силовикам, которые были так или иначе причастны к осуществлению вот этого режима апартеида в случае, если они заявляли добровольно о всех совершенных преступлениях. Единственным исключением были преступления против человечности, по которым несколько десятков человек в итоге были осуждены судом. Поэтому если говорить о каких-то таких моделях, то возможно опыт Южно-Африканской республики мог бы стать в качестве такого инструмента. Спасибо. Спасибо. И Артений плавно начал переходить на третий вопрос, потому что прежде чем мы перейдем к вопросам из чата, хочется действительно обсудить, что будет дальше, потому что Александр хорошо поднимал ситуацию, с тем, как словики думают над тем, что никто не возьмет на работу после этого, и когда начинаешь думать с одной стороны между тем, что глобально безусловно очень важно, чтобы была возможность трудоустроиться, и чтобы условный человек, который в августе ходил, был всех дубинкой, чтобы у него была возможность куда-то оттуда уйти, а не оставаться навечно. А с другой стороны, конечно, представляешь, что думаешь, словно в свою кофейню хотел бы я нанять охранником того, кто меня в августе политически, конечно, надо, а вот лично, конечно, как-то и есть вопросы, и это еще одна проблема, и это будет проблема. И, наверное, действительно, есть условные две грани, которые, когда вам писали анонс, обозначали как грани между тем, чтобы всех распустить, набрать новых, и оставить все, как есть. В принципе, я вижу сейчас в нашем обсуждении, что первая грань, наверное, точнее ее называть, можно всех распустить и повисеть на деревьях. Ну, понятно, что эти все грани, обе, очевидно, не подходят, и, в общем, по-другому, потому что просто вешали на деревьях, ну, как минимум, это точно не то, ради чего в Беларуси идут протесты, и я, как первая, сегодня говорю, что не надо никому в нас на деревьях вешать, это точно плохая идея. Ну, и с другой стороны, понятно, что просто, значит, да, чтобы ради успокоения силовиков сказать, что не переживайте, все нормально, вы нас били, ну, оставайтесь на своих гласных сетях, все будет хорошо, там, чуть-чуть ссылочки прибавим, а все будет нормально. Очевидно, что тоже такая концепция, ну, просто не будет принята, в том числе, обществу. Вот сейчас Арсений уже начал затрагивать, но, в принципе, а как может, как, на взгляд, может выглядеть здесь какое-то это будущее, если так смотреть, даже не с точки зрения того, что вот сейчас надо делать, а реалистично, каким оно будет, ну, и тут, наверное, с Александра логично начать, потому что, помню, так, в своем интервью на полсайте вы хорошо еще говорили про то, то есть, когда мы придем к власти, и те люди, которые сейчас перешли на сторону народа и будут занимать руководящие должности, поэтому это достаточно логичный вопрос, каким образом вы видите, исходя из этих руководящих должностей, а как система, в принципе, должна будет тогда быть устроена, сколько людей там останется, сколько не останется, и по каким принципам. Включите, Александр, микрофон, пожалуйста. Касательно реформы МВД, ее еще нужно разработать, но что я думаю, что подразделения, которые себя наиболее запятнали, они подлежат однозначной ликвидации, такие как ГБОПИК и ОМОН, СОБР, на их базе нужно создать какие-то новые подразделения с другими названиями и набрать новых людей, а вообще силовые ведомства, вот идея с комиссией это очень хорошая, которая должна провести проверку оставшихся, то есть распускать их нельзя, ведомства силовые, потому что начнется анархия, и те же силовики могут обратно, если ты их распустишь или выгонишь с работы, они также, как говорил Егор, могут собраться и вернуть власть обратно, но их можно вывести всех за штат и проводить по каждому отдельно проверку, те же полиграфы, допустим, если есть какие-то доказательства, вот люди находятся в книге ВИК РП, в которой мы ведем, единая книга учета преступлений, а не там, где уже зафиксировано преступление, то однозначно таких людей нужно арестовывать, возбуждать уголовные дела и заниматься их расследованием, все остальные могут пройти полиграф, какие-то беседы с руководителями, но нужно, конечно, выбрать, сменить все руководство, это однозначно, для этого уже сейчас нужно вести работу, ну, мы такую ведем, у нас есть свои люди во всех органах, я говорил, что они могут и занять какие-то руководящие должности, то есть нужно заранее уже иметь таких людей, которых по приходу в демократии к власти их нужно назначить, и они должны руководить всем процессом, люди уже должны быть проверенные, доверенные, вот, а так реформу, вообще подробно о реформе это нужно создавать комиссию, в которую войдут все ученые и видные деятели будут разрабатывать конкретное положение и детали по реформе. Хорошо, конечно, из-за того, что Светлана к нам до сих пор и не присоединилась, поэтому, конечно, странно обсуждать вроде бы ее отсутствие эту реформу, которая предложена НАУ, но тем менее, Александр, я просто, опять же, может быть, из Минска не очень в этом начинаю разбираться, а в принципе, в какой условной синхронизации между собой находятся НАУ, Байпол, вот я вижу, сидеть на фоне институционно-аналитического центра, в каком, в принципе, синхронизации эти вещи находятся и, вы говорите, разрабатывать, но вот НАУ вроде бы уже разработала, это значит, хорошо им можно взять и этим операция, или есть вопросы, надо по-другому разрабатывать? Значит, мы взаимодействуем со всеми органами и организациями демократическими, в том числе и с НАУ и с другими организациями. Значит, насколько я знаю, сейчас реформу МВД, судов и различных органов занимаются очень многие организации, не только НАУ. И уже люди и публиковали даже эти, и несколько лет назад уже даже реформы были некоторыми людьми разработаны. Поэтому, и я даже скажу больше, я сейчас сам тоже изучаю опыт других государств, законодательства, структуру правоохранительных органов и планирую к осени также реформу МВД, вот конкретно по реформе МВД, разработать какую-то свою реформу. Но для внедрения нельзя сказать, что эта реформа у одного хорошая, у другого плохая, и давай ее возьмем. Как я говорил, нужно создать комиссию потом, в которую войдут представители политики, может, даже не политики, а ученые, которые имеют образование соответствующее, опыт, навыки, и они будут уже разрабатывать конкретику уже на основании предложенных тех же реформ, которые разработаны будут к этому моменту и сделают что-то оптимальное. Спасибо, Александр. Егор, какие мысли насчет реформы, насчет того, насколько жизнь не жесткая иллюстрация, но в таком случае добиться того, чтобы не было ситуации, как украина обошлись жесткие иллюстрации, но из-за этого новая власть получила старый аппарат с старыми практиками. Ну да, реформа в самом деле у нас там предлагалось много, анализируя мировой опыт силового блока реформ за последних лет 20 даже все революционные страны проходило. Почему многие проваливаются системно? Недооценка национального фактора, то есть заимствование каргокульта, условно говоря, пусть он даже красивый, оформленный научно, проведены экспертизы, но тем не менее не учет национального фактора и не учет практической реализации. То есть когда реформа остается неким концептом, хорошим, таким проработанным, но не от жизни не учитывающей реальности. Более второй момент, который не учитывается, точнее уже третий, это непосредственно текущая угроза. У нас их две, если брать, для любых реформ фактически, силового блока, точнее, конкретно. Первое это месть, то есть многие люди, само собой насмотревшись, а многих избили, вполне возникает резонное желание действительно отомстить. Соответственно, вот когда есть такая агрессия, так скажем, она, к сожалению, немножко нарушает рациональное смышление. И вот то, что Арсений приводил в согласительную комиссию, условно говоря, или по примирению, оно хорошо опять же звучит, но хорошо напишет какой-нибудь ОМОНовец, да, я там избивал, такое-то, такое-то. Вот представьте, читает вот этот человек, которого он избивал, что да, избил, хорошо, и ему все прощается, он дальше служит. Какова его реакция? И такая реакция на период, так скажем, трансформации, когда будет еще чувствоваться победа, да, как обычно, психология человека, если ты победил, ты сделаешь врагом, что хочешь. Ну, я условно говорю врагом, конечно, и не только это к войне относится, или к словам Бога. То есть, само собой, что будет желанием, и оно будет находить отклик, уже даже сейчас видно, и, так скажем, ну, как правильно говорить, политиков, людей, которые влияют на общественное мнение, вот именно, так скажем, поддержка вот этой мести, то есть, когда вот этот фактор мести будет задавливать рациональность необходимости реформы, не необходимости реформы, а рациональность проведения реформы, как вот да, что можно вывести в запас людей, действительно делать плавное оборудование. Более системная угроза, которая у нас сейчас есть, сформированная благодаря Лукашенко и текущими событиями, с другой стороны, это в принципе непонимание людьми важности госинститутов и силовых структур в частности. То есть, для них милиция избила, все, зачем нам милиция? Армия себя там диспредитировала где-то с ССО, зачем нам армия? Все, и вот эти вот, к сожалению, смотришь даже на комментарии по всяким своему вопросу, к сожалению, засилие такого, то есть, люди действительно не понимают сути госинститута. Тоже касается и парламента, кстати, и самим и прочее. Почему это возникло? Понятно. 26 лет людей упраздняли вообще понимание политики и как это функционировало, вообще, что такое государство. Все государство сводилось к одному. В том числе и в российском дискульсе ровно то же самое, информационное поле которого у нас очень серьезно влияет на Беларусь. То есть, ну и в принципе после ССО нужно понимать, что это фактически три-четыре даже поколения, которые воспитывались пониманием, что политика это один человек. И никаких процессов нет. и что такое государственные институты, непонятно. Это что-то подчиненное нужным одного человека. И вот это вот непонимание, да, оно сказывается очень серьезно, сказывается на понимание, на как-то правильно, на, что ли, формирование поддержки народа на вселенной, технических реформ. То есть, люди не понимают, не то, что не понимают, не хотят понять, вообще важно, что будет в институте, так скажем. Проще, да, давайте мы всех там инфляции, армию сократим, там порежем белицу, зачем им столько, да, а если посмотреть на районные, условно говоря, на РОВД, там реально некомплексно чувствуют. Ну, тут, правда, другой, так скажем, вопрос встает, что лежат функции, возлагаются там ряд, которые не нужны действительно, могут государственные но тем не менее, не штат. И, условно говоря, с теми заблудылями, которым тоже кому-то надо работать. Вот, и вот действительно, вот эта вторая, третья, точнее, угроза, это не понимают людьми сути госинститутов, то есть, что они действительно важны, каждый из них важен, нужен, и не факт, что их резать надо, некоторые надо действительно расширить и укреплять в зависимости от основного вектора безопасности. До этого у нас было на внутреннюю, а фактически при трансформации будет внешне, причем не в одном направлении совсем даже. Вот, это три таких ключевых, фактора, которые формируют угрозу любой реформы, так скажем. Поэтому я говорю, что самая основная реформа, которую нужно проводить в ближайшие полтора-два года при смене власти, это не менять ничего. Просто-напросто проводить вот эту вот очистку системы от вот этих кадров, которые не пришли, как были хвост, которые просто скаканули за счет того, что пяточками хорошо щелкают или знают, грубо говоря, где языку применить, какое место. То есть, вот очистка, так скажем, вот этих власти, уже нормальной власти, от вот таких людей, случайных, аморальных и так далее. Это что дает? Во-первых, люди будут видеть, что ничего резкого не происходит, соответственно, у них не будет вот этой инерции, обратно, что отторгать новую власть. Во-вторых, людям в системе, которая остается, как я уже говорил, им будет понятно, ну да, меня не увольняют, вроде как можно работать, есть будущее, то есть убрали вот этих вот людей, которые там не по них пролезли на высостоящие должности, то есть у меня есть будущее. Более того, к этому будущему у меня один путь стремения, это самосовершенство, ну как везде должно это быть всегда. Вот. Третье, это на внешнеполитической системе, тоже не будет давать пертурбации внешних, а это очень важно, это, к сожалению, исключает. И, ну и в целом у народа будет понимание, что да, произошло что-то, очищается от скверны, так скажем, система. И четвертый, это самый важный фактор, который у нас сейчас предлагают, это Конституция менять и проще, как можно что-то менять, если, повторюсь, люди не понимают, что такое государственные институты. То есть все смены у нас могут быть только за счет какой-то массированной поддержки. На волне плохо президентской республики, да, давайте все-всем через себя постоим парламентом. придут, не знаю, начнется российская компания активная, раздербенит этот парламент к чертям собачьим там за счет вот этих склок и прочего и снова увидим ай-яй-яй, это плохо. То есть для того, чтобы проводить вот эту реформу глобально-политическую, во-первых, ну, нужна, так скажем, как говорится, операция по стабилизации. То есть нужно дать людям отойти от вот этого всего трэша, что было, дать какое-то ощущение, ну, стабильности. Третье, это понимание, что ответственности, то есть, да, что мы можем принимать решения. И четвертое, это образовательный процесс. То есть доводить до людей не просто какую-то одну свою линию, там, допустим, парламентская республика, президентская, смешанная, ну, я условно говорю на примере чисто политической реформы высшей власти. То же самое по силовикам. То есть доводить премьеры, это должна быть очень широкая массовая компания, не то, что в школах там или семинарчик какой-то провели, или такую зум-конференцию, условно говоря, это должна быть массовая работа. То есть как только люди начнут действительно понимать, что важно для страны, не в контексте, что вот важно поменять, сейчас мы там Васю на Петю поменяем, да, и от этого не будет хорошо или плохо. Нет, для страны, для развития. То есть когда они будут стабилизированы психологически, так скажем, будет более-менее понятно ими принятие решения, что они что-то значат, а не как сейчас. И когда у них будут ну хотя бы минимальные знания, так скажем, да, я не говорю вот этих школьных знаний или прочее, я говорю о реальных знаниях, хотя бы у 70% населения за все я не буду. Вот эти три фактора, когда они будут достигнуты, тогда можно говорить о некой политической реформе всего государства. Поэтому это, ну на мой взгляд, это конечно даже не два-три года не близко, но тем не менее как минимум вот эти два года это должна быть стабилизация общества, скажем так. то есть предотвращение таких вот резких сдвигов лево-право, чем хороша президентская республика для новой власти, что вы смело, без всяких законов, там комиссии и прочее можете увольнять, не нужно вклютить, которые моральные. Если для, словно говоря, демократического общества там генерал какой-то может пойти в суд, там сказать, что вы не правы, меня прессуют, то здесь вот вы же видели, да, как указ Лукашенко, лишить звание, все. Без какой преамбулы, без ничего, просто лишение звания. Вот чем хороша, так скажем, президентская республика на первых порах и с точки зрения очистки от кадров, да, тут нужно иметь в виду, конечно, обратную тенденцию, чтобы не получилась узурпация власти уже тем, кто, так скажем, президент, да, это тоже, конечно, такая большая проблема. Но, тем не менее, говорю, что нельзя говорить о масштабных политических трансформациях, в том числе и о силовом блоке, пока население хотя бы психологически не стабилизировано. А оно после вот всяких вот этих вот трансформаций, оно всегда не стабильно. Все, причем все слои, абсолютно. Даже средний балластный, который, скажем так, вот как обычно, моя хата с краю, там, да, сделайте, что хотите. Они шапаются менее, а вы. Вот. И вот это одна из причин, так скажем, нарушения вот этих трансформированных в том числе слоу-блок и виздопамирования. То есть, ну, потому что люди принимают решения в том, что это. Окей, Горь, понятно. Ну, в общем, рекорд хорошо выступал таким апологетом медленной авторитарной патронизации. Окей. Арсений, как ты думаешь, насколько эти реформы должны быть оперативными или, наоборот, отложенными? И, в принципе, да, на чем должны базироваться? Помимо, ты уже говорил сейчас про опыт ЮАР, но если вот этот опыт ближе применить к белорусской реальности, каким образом его стоит адаптировать? Может быть, посмотрев в том числе на те проблемы, с которыми столкнулись уже страны с тех пор, когда ЮАР закончил себя протеин? Ну, мне кажется, что здесь реформу можно было бы проводить на основе принципа 4-х П. Я сейчас объясню, что это такое. Мне кажется, что действительно вот все-таки опыт Южно-Африканские республики заслуживает внимания, даже несмотря на абсолютно легитимные эмоциональные реакции со стороны тех, кто прошел через этот каток репрессий. Но есть пример поближе, когда подобная комиссия не была создана, значит, силовой блок прошел через достаточно серьезную иллюстрацию. Если не ошибаюсь, это все-таки история Польши, когда просто бывшие силовики, попавшие под процесс иллюстрации, самоорганизовались в виде организованных преступных группировок. Поэтому мне кажется, что любые резкие силоводвижения в этом направлении скорее всего приведут к аналогичным результатам в Беларуси. То есть люстрированные силовики скорее всего самоорганизуются в ОПГ. Поэтому опыт комиссии заслуживает особого внимания. И мне кажется, что единственным исключением должны стать случаи преступлений против человечности, которые можно определить как систематическое и целенаправленное нанесение бреда жизни и здоровью человеку, ущемление его человеческого достоинства без видимой на то необходимости. Таких случаев было достаточно во время протестных акций. случаев когда есть необходимость преступления против человечности. Я просто думал, ты как вроде не бывает. есть ситуации, когда сила применяется пропорционально, исходя из угрозы. А преступление против человечности представляет собой совершенно противоположный кейс. И это как раз и будет выступать механизмом, о котором говорил Егор, то есть механизм очистки силового блока от тех людей, которые там оказались случайно, непрофессионалов и так далее. Следующий этап это переаттестация тех силовиков, которые изъявили желание остаться в системе, пройдя процесс в рамках комиссии по примирению. Значит, дальше те, кто не прошел переаттестацию, но все равно готов остаться в силовом блоке и обучение. И здесь как бы очень много проблем, потому что под этот процесс нужно создать абсолютно новую образовательную инфраструктуру для силовых ведомств. Ну и наконец, после вот этих трех шагов можно задуматься о том, как бы нам нашу систему национальной безопасности переформатировать, ну и исходя из глобальных трендов, лучших практик, мировых, с учетом наших национальных особенностей и стратегических интересов. То есть 4P, да, примирение, переаттестация, переобучение и переформатирование. Еще раз повторю свой главный тезис. Именно непрофессионализм силовиков во время разгона вечером 9 августа привел страну к прецедентному политическому вытекающими последствиями. поэтому профессиональные силовидные угроза как для внутриполитической и социальной стабильности, так и для международной репутации и положения страны в мире. Спасибо. Да, Арсений, спасибо. Действительно, насчет такой угрозы можно только согласиться. В таком случае, Антон, если у нас не видел Светлану, если она там не присоединялась все еще, тогда, может быть, давай посмотрим сообщения из чата. Я видел, там приходило несколько вопросов, что-то, что-то, как украинская реформа частично упоминалось, а в штат еще до нет, поэтому давай посмотрим вопросы из чата и также всех наших гостей, то, что призываю использовать кнопку «Поднять руку», если у вас есть какой-то краткий вопрос или комментарий именно по нашей сегодняшней теме, то поднимайте руку, а мы тогда давайте пока посмотрим вопросы в чате. Антон. Первый вопрос от Анаис Марин. Есть ли статистика, сколько именно примерно силовиков покинуло страну после увольнения? Хорошо. Вопрос может быть здесь какая-то, сколько я понимаю, все, что я видел Байпола, скорее информация о том, что данные это есть, но вы их не поврешивали? Есть ли какие-то данные, о которых вы можете говорить? Ну, статистики как таковой нету, значит, и мы не знаем, сколько силовиков реально выехало, и я думаю, навряд ли кто знает, но думаю, что не меньше, ну, там около сотни, примерно так, насколько я знаю, то есть не так уж и много. Спасибо. Ну, сейчас возникает вопрос с тем, что там лишили званий, и люди тоже боятся, что лишение званий может последовать возбуждение уголовных дел. может быть начнется следующий отток. Возбуждение уголовных дел вы имеете в отношении тех, кто еще находится в Беларуси? Кого лишили званий? Ну, опять же, это мемперы списки лишения званий мы были впервые, но вряд ли можно вас напугать уголовным делом в беларусской системе. Да, но там большинство находятся в Беларуси сейчас, которых лишили званий. Окей, я, наверное, не наличие по словам блока, хотя у меня есть некоторые в Беларуси, их уже лишили звания, наверное, не очень благоразумно с точки зрения мастовации, не очевидно, чего именно они ждут, приехали и вернут звание. Ну, поэтому, да. Окей, ну, так же, интересный момент, как вы для себя объясняете, чего они ждут находясь в Беларуси, лишенные звания, вроде бы уже ушедшие системы, но остающиеся в ее доступности, собственно, чего они рассчитывают? Нет, так люди, которые приняли решение уехать за границу, это не значит, это тот, кто уволился, он обязательно должен уехать за границу. Уехали за границу единицы. Большинство осталось на месте и получает новое образование, находит новую работу и налаживает новую жизнь. 86 человек, по-моему, большинство именно находится на месте в Белоруссии, поэтому есть вероятность, что у вас будут дела. Если они увольнялись в августе, уже прошло больше полугода, они нашли новую работу, начали новую жизнь. Им получается, что надо все бросать и бежать. Так что, не знаю, но это их личное. И факт, что у вас будет дела, это не факт, это может быть предположение. Поэтому говорить однозначно, что бежите, раз и нельзя так. Безусловно, вопрос был связан с интерпретацией этой подпиской, потому что, как сегодня уже в другом контексте Игорь упоминал, подписывая такие списки, он не утруждает себя мотивирующей несчастью. По крайней мере, поскольку те фамилии, которые там увеличиваются, они связаны с такой деятельностью, и поэтому выразил так, как будто это список людей, которые тоже власти именно знакомых. А если получается, там действительно какие-то, условно, младшие офицеры, которые просто уволились, просто занимаются своими бытовыми делами, в общем, никак публично-политически не активны. А теперь, да, их публично-политические звания, конечно, это вызывает вопросы. Ну и понятно, да, что, конечно, такие люди, в общем, они, наверное, и не считали, что находятся под какой-то серьезной угрозой. Список очень странный. Нельзя сказать, что это все, кто уволился. Это просто, я так понял, дали лимит. Давайте 80 человек, и кого туда мы напишите мне фамилии, я подпишу указ. Вот. И взяли, накидали от балды людей. Там люди, которые даже уволились несколько лет назад. Не только, которые под выборы повольнялись. Там вообще список, ну, лишь бы кого. То есть, ну, логики нету. Я так понимаю, что был лимит просто установлен, потому что возьми, лиши званий, там, 5 тысяч сотрудников уволившихся. Так это резонанс большой общественный. 5 тысяч, да. А давай сделаем так, 60. Ну и все. И взяли, кого включили, того включили. Да, действительно интересно. Спасибо. Антон, какие у нас еще есть вопросы на следующем? Окей. Леонид Скоробогатый. Я так понимаю, что это вдогонку тезиса Арсения про непрофессионализм силовиков в разгоне протестов. Вот. Кровавый разгон 9 августа. Вы уверены, что это непрофессионализм, или все же был такой приказ? Ну, я думаю, каждый спикер может ответить на этот вопрос. Ну да, давайте, например, Арсений начнет, раз по его тезису. Как вы уверены, что между тем, между тем, условно, разгонять или не разгонять – это одно, а как именно делать другое? Арсений, может, тогда пояснить твою мысль, раз вызвали вопросы? Ну, я думаю, что, безусловно, приказ не отдавался таким образом, где бы в формулировке содержалась отсылка к кровавому разгону, то есть, ну, зачистить площадь, да, мы такой приказ уже слышали в 2010 году, вот, 19 декабря вечером. Но, опять же, вот, сравнивая эти два опыта, мы можем сказать, что в 2010 году силовики сработали более профессионально. По крайней мере, не было погибших, не было травм, которые граничили с состоянием смерти и так далее. Ну и, соответственно, последствия в виде санкционного давления были минимальны. Во многом, санкции, которые были приняты, были символичными. В отличие от ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Поэтому, мне кажется, что, несмотря на работу пропагандистов и психологов во время президентской избирательной кампании, особенно с личным составом спецподразделений, ну, их не затачивали на то, чтобы именно совершать такие, ну, кровавые действия, преступления против человечности и так далее. То есть, установки, скорее всего, формулировались в общем виде. И я бы сказал, что 9 августа вечером это, скорее всего, был эксцесс исполнителя. Но я также соглашусь и с тем, что потом мотивация силовиков могла претерпеть определенные трансформации. И была избрана тактика эскалационного доминирования. То есть, устрашения через хаотичное и непропорциональное насилие. Здесь действительно можно согласиться с доводом Леонидов. Спасибо. Если у кого-то поднимает трубку, есть что добавить? Да. Другое мнение? Я все-таки как раз-таки не согласен. Если здесь не профессионализм, то высших управленцев, которые предлагали разрешить ситуацию. Кто это был Шейман там, либо другие, это мы узнаем, скажем позже. Целевая установка жестить, навести террор была однозначно видна сразу. То есть, видно было, что 9-го, в крайнем случае 10-го, ну, даже на 9-й расчет был единым кавалерийским ударом победить всех. То есть, навести столько страха, чтобы все остальные сидели, как мышь, под бедником. Это было видно. Более того, началась жесть не с выхода на улицу, а уже с тех, кого забирали с участок избирательных наблюдателей. Они же также проходили окрественные всю эту череду. Избивали целенаправленно там. То есть, была целевая установка навести жесть. Это была попытка, решить ситуацию, ну, так скажем, не допустить дальнейшей массовой войны за счет тотального устрашения. Для этого было избиение, все. Если говорить о тактике, тактика была профессиональная, это было видно однозначно. Внутренние войска отрабатывали заходы, обходы, охваты по стандарту, ничего нового. Те, которые линии противостояли, там видно было, ребята, ну, не знаю, каких фанатских клубов или тоже, тоже нормально. Ляпы были где-то в сводных подразделениях, вот там, где курсантов брали, но их, правда, особо не привлекали, так скажем, цепленные. То есть, тактика и действия были профессиональны. Тут говорить нельзя абсолютно. Это не эксцесс-исполнитель, это целевая установка. Более того, целевая установка не только тех, кто разгонял, да, все же помнят, что билеты большинства в окрестина и условия до сих пор. То есть, эта целевая установка была изначально на устрашение. Дальше, если вспомнить, это она держалась 2-3 дня. Видели, что, по сути, до 13-го, если так говорить, да, когда светошумовыми вручи ходили там и прочее. То есть, это была тотальная попытка наведения тотального страха. Дальше видно было, что смекители, что это пошла ответная реакция. Если вспомните, тогда пошли и ответные информационные кампании, когда начали ездить в патрули МВД, показывать значки там Виктори, да, когда начали забрасывать через якобы силовиков тоже информационные вброси, что жестили не наш ОМОН, а это были россияне, это были киргизы, да. То есть, была, видно, целенаправленная кампания по трем руслам. Она шла, если на то время оценить, по отбеливанию. И были откаты, вот этот, что нет, это милиция, хорошо, да, и это в лучшем случае эксцесс-исполнитель. На самом деле, это как раз-таки видно, что это как раз-таки была попытка вторая уже восстановить то, что допустили ошибку ключевую изначально. То есть, это не эксцесс-исполнитель однозначно. Эксцесс-исполнитель, это, возможно, не знаю, там, ну, сложно сказать. То есть, где-то вообще мог быть эксцесс-исполнитель, ну, да, где-то, может, кто-то кого-то ударил, там, случайно, не знаю, еще что-то. Допускаю, что это было, но вся установка целевая бить людей, это была действительно целевая установка. Кто дал такой приказ, кто дал это, ну, когда-то, мы, надеюсь, узнаем. Вот, то есть, это все было скоординировано в плане профессионализма действий. Ну, с моей скромной оценки нареканий нет. То есть, действовали подразделения, в общем-то, слаженно правильно. Да, были там нюансы, конечно, фрагментация, допустили пару ляпов, но, тем не менее, вот, основные подразделения внутренних поисков, ОМОН, они действовали слаженно профессионально. Тут, говорится, о непрофессионализме не приходится, в том числе и в сравнении с десятым годом. Даже я бы сказал, что там они действовали более непрофессионально, хотя и там они отработали хорошо, ну, условно хорошо, да, тактически, скажем так. Вот, поэтому, на мой взгляд, непрофессионализм – это стратегическое принятие решения, как разрешить кризис, и они приняли решение разрешить его насилием. Учитывая, что, да, приучали людей к страху, и вот мы тут идем, насколько мы решим. А получилась обратная реальность. Хорошо, Егор, спасибо, да, услышали позиции. Не буду ничего добавлять, кроме того, что, на мой скромный взгляд, то есть тот факт, что в 2010 году обошлось бежать. Ну, по сути, просто повезло, когда десятки тысяч людей по площади, по снегу, по мрамору идут, бегут, отступают, бьют, потому что никто-то не подскользнулся и головой насмутно не ударился, но факт – это завтра же могло быть. Я скорее вот тогда еще удивлялся, что… Ну, как бы просто повезло вообще, в том смысле, что было бы бежать, хотя, в общем, завтра же могло быть. В такой ситуации, наверное, гарантировать, что жертв не будет, но я не очень представляю, как. Вот. Давайте иногда двигаться дальше, дальше по вопросам. У нас, соответственно, так много времени, я вижу, в чате еще вопрос у нас есть, и руки поднятые есть. Антон, вот я вижу руку Петра Рудковского, может быть, тогда давайте на вопрос голосом перейдем. Если у нас там не было рук, которые еще дальше поднимали, долго ждали бы, если я не видел. Да, Петр, пожалуйста. Добрый вечер. Я на конт-статистике сборнившихся силовиков. В листопаде минулого года представник Байсоу Лихачевский говорил про 461 силовик, который, по его словам, вызвольнився с силовых органов. Мне просто цикава меркаванне спадра Ягорать и Александра, насколько можно верить к этой личбе, когда дали стопада на протягу першых трех с половой месяцей, взвольнилась, а вось 460, то это значит, что, да, гэта часу, гэта могло быць под 500, так думаю. те, гэта ц challenged. Гэта цикварь на вашу думку ты? Гэта тольки ты, хто звернулся за допомогой. За допомогой боялися люди звертацца. Калі, напрыклад, узять мяний, дак я таксама болей месяца думал звертаццца ціне. Неколькі раза там еста пісал и выдалял свои поведомления. Так что, это мала частка. Это личба от тех, которые звернулись под опомогу, так? Не те, которые звольнились, но просто... А ты, звольнившися, на вашу думку, не больше за 100? Нет, не больше за 100 выехала за мяжу. А, окей, пробачься, я тогда пашу. А, ясно. А звольнившися, это значит, на шмат болей будет, так? Конечно. Спасибо, Александр. Я, наверное, в контексте вопроса про это начали. Для понимания того, почему бывшие слуги боятся обратиться за помощью. А что восстанавливало? Набирали, удаляли, потому что боялись, что что? Не дадут, не поверят, будут какие-то проблемы. Не знаю, должен как государство начнет их уже еще преследовать. Что останавливает силовиков? Их останавливает то, что они боятся, что эти мессенджеры контролируются спецслужбами. То есть ты напишешь сообщение, и ты не знаешь, куда ты его пишешь, возможно, в КГБ, к примеру. А если ты... Поэтому, судя по мне, писали единицы, за помощью обращались. А нельзя сказать, что это большинство или какая-то большая часть. Большинство как раз не писало. Это очень опасно. Да, спасибо. Действительно, да, это тоже интересный момент такого страха написать, представлений. Тоже, в общем, более чем понятно, так как оно присутствует. Хотя, наверное, да, ваш момент показывает, что вот написали же, и, в общем, мы написали не в КГБ. Хорошо, давай тогда... Выходит так, да. Так, тогда посмотрим по другим вопросам. Антон, в чате у нас еще есть вопросы? Да. Томас Буксбаум. Чтобы избежать чистой мести или тяжелой иллюстрации, которая может привести к тому, что в стране будет сложное будущее, рассматриваете ли вы также вариант комиссии примирения, которые практиковались в других странах. Ну да, ну фактически то, что вот обсудили, то, что, в принципе, о чем Арсений и говорил в поводу Арсений примирения, мне кажется, обсудили мы уже, в общем, этот вопрос. Есть ли у нас еще что-то в чате? Да, есть вопрос про отношение силовиков к тому, что их включают в санкционные списки. Тоже Леонид Скоробогатый. Как силовики относятся к тому, что их включают в санкционные списки и какие перспективы криминальных дел в судах универсальной юрисдикции? Ну да, это хороший вопрос. Насколько это все такое символическое давление и попытка сделать хоть что-нибудь подотягиваться руки, а насколько это вообще действительно может хоть как-то повлиять на происходящее внутри Беларуси? И если повлиять, то в какую сторону? Александр, что думаете про перспективы таких? Я думаю, что включение силовиков в санкционные списки очень сильно влияет. Они регулярно просматривают информацию касательно этого, чтобы их, не дай бог, не включили. Потому что до тех же выборов все любили отдыхать за границей. Каждый отпуск все едут в Европу или еще куда-нибудь в Турцию, Египет. И включение в списки это для них катастрофа. Реально. То есть они не смогут никуда попасть. Им придется отдыхать в Сочи, на Нарочи. Ну и все. С точки зрения того, что им просто будет не так приятно отдыхать, а с точки зрения какого-то чуть более практичного эффекта что-то дает? Нет, дело в том, что так же это влияет на семьи. Семья, та же супруга, дети, они не поедут без мужа отдыхать. Ну, нормальная семья. И, соответственно, это большое будет психологическое давление на того же мужа. Не совершай преступлений. Работай честно. Потому что я хочу отдыхать за границей, а не здесь. Поэтому я знаю, что это очень сильно влияет. Они просматривают регулярно. И поэтому они скрывают свои лица и боятся. огласки какой-то. Ну, хорошо. Представим, условный силовик Икс попал в единую книгу о регистрации преступлений, что он, кстати, его там сбил. Он попадает в функциональный список. И, как вы представляете, это может привести к тому, что этот человек хочет перейти на сторону народа, потому что для него в такой ситуации окажется неприемлемо в предложении службы по личным причинам, по семейным психологическим каким-то. или, скорее, это, наоборот, приведет к тому, что он еще больше радикализируется и будет злой, что, а, вот у меня списки включили, ну, сейчас-то я на всех, на всех я отыграюсь. Сколько это может приводить к переменам? Ну, если тебя уже включили в списки, то ты уже, значит, совершил достаточно преступлений, что будешь привлечен однозначно к суду и такие люди уже и, ну, не раскаются, они будут все равно поддерживать режим. В списке же не включает там всех подряд. Ну, да. Хорошо, а что, вопрос еще был... Влияет на тех, кого еще не включили в списки, то есть он, боясь, что туда попадет, соответственно, будет стараться вести себя поскромнее. А что касается судов универсальной юрисдикции, вот еще в вопросе было. Ну, так по судам универсальной юрисдикции мы же, наверное, все знаем, что в Литве возбуждено уголовное дело, там около 20 потерпевших по нему проходят, там в Германии, в Чехии. Значит... Насколько вы верите в перспективы? Перспективы, ну, я бы спросил бы следователей тех, кто их расследует, когда они планируют их заканчивать и какова перспектива. Насколько я знаю, в Литве, к примеру, они собрались допрашивать в рамках этого дела всех пострадавших, находящихся на территории Литвы. То есть, это сотни людей, там, или даже тысячи. И даже сейчас они обсуждают, чтобы еще тех, кто находится на территории Польши, также давал показания по их же делу. Ну, соответственно, можно предположить, сколько времени будет длиться это расследование. Понятно, спасибо. Егор, в сфере, есть ли что добавить насчет смыслных списков и судов универсальной юрисдикции? Когда добавляете? Ну, единственное, хочу ремарочку добавить по судам. То есть, конкретно сейчас, да, это, наверное, имеет смысл, но касательно, так скажем, уже после власти, то я противник, категорически противник, чтобы это были суды какие-то международные, там, ГАГи, эти всякие. Нет. То, что сейчас происходит, по большому счету, это ошибка белорусского народа. Ну, давно она была, ну, это как бы, это наша вина тоже, коллективная, скажем так, в определенной степени. Соответственно, исправлять эту ошибку только нам. О том, я говорю, что если судить кому-то там, условно говоря, кто заслужил, то только белорусами, белорусскими судами, ну, неважно, на что они будут опираться, на международное право, на конституцию и как догмат всего законодательства, все остальное, считая несоответствующие ей преступлениям. Это уже второй вопрос, да. Но первостепенно должно быть, что это будет суд, должен быть сугубо наш. И резолюции, и все завершения наши. Конечно, потом это, как это, это решение нужно распространять по миру, чтобы таких ошибок не совершали не только наши дети, внуки, правнуки, но и по миру. Потому что, к сожалению, вот это вот скатывание к авторитаризму и к решению такими кондовыми способами, запретами и прочее решения, оно видно, и в Америке мы видели это, протестили уже американцы на себе, и в Европе видно, то есть, видно, что вот эта вот авторитарная политика, которая все равно перейдет к диктатурству рано или поздно, да, она, к сожалению, иммунитет к ней исчез. Вот как упала, точнее, упал железный занавес, все, то есть, перестала быть идеологическая некоторая единая линия в Европе и на Западе в целом, соответственно, начало проникать вот это вот то, что, так скажем, через агентов влияния, там, косвенным способом с Россией, вот это, что авторитаризм это неплохо, да, авторитаризм это наш бренд, смотрите, это позволяет там избавить вас, допустим, от мигрантов и так далее. К сожалению, вот эта раковая опухоль, она не лечится, вот сейчас видно, идеологически она не лечится в Европе. Поэтому вот здесь хорошо, раз мы создали такой прецедент негативный, что у нас такое случилось, нам его нужно вылечить, нам его нужно условно говоря наказать, ну и, соответственно, распространить этот опыт и, как сказать, кейсик такой, что ли, на Европе, чтобы было видно, к чему это может привести, как это решить, ну и так далее. Да, интересная историческая миссия по-народу по-народному опыту. Арсений, какое это мнение по поводу самостоятельных списков и судов наиверсальной юрисдикции? Ну, мне кажется, что эти списки и сами суды играют такую, скорее, символическую роль. они способствуют прежде всего усилению тренда на санкционное давление со стороны западных стран. Понятно, а дело, что действенность этих списков и решений судов на территории Белоруссии не будет признаваться никем в нынешних обстоятельствах. Но вот такой символический аспект он важен. Он постоянно позволяет поддержать внимание мирового сообщества к кризису Белоруссии. Ну, я так понимаю, что на самом деле это подготовка к более радикальным шагам в будущем, то есть вплоть до создания какого-то международного трибунала. случаи, если репрессии будут ужесточаться и с этой точки зрения они в какой-то степени играют сдерживающую роль и являются таким предупреждением действующей власти о недопустимости перехода определенных красных линий. Да, спасибо. У нас подходят постепенно к концу наше время. Не знаю, есть у нас еще, Антон, есть у нас поднятые руки, кто очень-очень хотел бы еще успеть задать свой вопрос, или мы будем постепенно завершать нашу дискуссию? Ну, есть еще несколько вопросов, я, наверное, оставлю тебе выбрать. Первое, это про чрезвычайное положение или возможность того, что власти попросят помощи у Росгвардии РФ. Второй вопрос про оценку экспертами попытку реформирования милиции и полиции в Украине. И третий вопрос про реформу силового блока в Беларуси. Не знаю, с учетом отсутствия Светланы, наверное... Ну да, давайте тогда пока больше не про мусторонный опыт, раз Светлана так и не присоединилась. Давайте тогда такая тема, которая особенно, когда украинское телевидение любит спрашивать, что завтра выйдут российские войска. Украина сейчас попросит Путина, как раз объясняет, завтра российские войска не введут. Тем не менее, давайте представим гипотетический сценарий, более раз сейчас рассказал про красные линии, есть ли какой-то сценарий, ситуации, при которой действительно Беларуси будут вводить военное положение, заправшись с помощью Росгвардии, или еще какие-то экзотические и достаточно резко меняющие ситуацию вещи. Есть ли такие сценарии, что должно для этого произойти, или это все из области таких журналистских или общественных страшилок, и мало связано с реальными вариантами действия власти. Арсений, установил прекрасные линии, может, тогда продолжишь, как ты представляешь, если в счет нашего времени кратко, есть ли какие-то такие варианты, и что должно произойти? Ну, мне кажется, есть единственный сценарий, когда власти объявят де-факто чрезвычайное положение, ну, или, может быть, даже военное, это полный коллапс экономики, который перерастет в массовые протесты по всей Белоруссии. Но понятное дело, что скорее всего это будет последнее решение действующей власти. Но на сегодняшний день причин для того, чтобы власти объявляли чрезвычайное или военное положение нет. И, ну, есть как бы определенный режим, который установлен де-факто. Его можно как называть там полумилитарным, получрезвычайным, полувоенным. Но легально скорее всего государство и власть вряд ли пойдет на такой шаг, потому что согласно законодательству все издержки экономические особенно понесенные в это время физическими юридическими лицами впоследствии компенсируется государством. Ну, и очевидно, что государство не имеет таких возможностей и ресурсов, чтобы позволить себе вводить ЧП или военное положение. Ну, мы видели, что даже локдаун из-за пандемии коронавируса не по силам белорусской экономики, поэтому я думаю, что такие сценарии пока что не стоят на повестке дня. Что касается ввода... А, ну, ладно. Два про сборки, если коротко можно добавить, я считаю, что реалистично нет. Ну, по поводу введения российского контингента, я считаю, что это скорее психологическая старшинка, которую Александр Лукашенко использовал, чтобы напугать протестную массу, но понятно, что если такой сценарий реализуется, то следующим шагом станет, ну, по сути, отстранение Александра Лукашенко от реальных рычагов власти и управления. Он будет замещен некой оккупационной администрацией из военных советников, как это, например, сегодня мы можем наблюдать в Сирии, в Карабахе и так далее. Да, спасибо. Егор, вижу, поднятую руку. Ну, да, касательно введения войны, действительно, по крайней мере, в августе прошлого года это была страшивка целенаправленно согласованная, стоит иметь с Российской Федерацией, а не просто Лукашенко ее использовал. Еще вопрос, кстати, кто ее инициировал, тоже отдельная песня, либо Лукашенко. Да, это действительно фактически будет означать, ну, как, ну, то есть, действительно, утрату ее власти. Если силовым путем сюда еще Россия придет, то, конечно, для него самого это будет. Не вариант, такое возможно только действительно в случае резкого глобального краха какого-то, массовых выходов, перехода части, допустим, той же милиции либо вооруженных сил или как минимум неисполнения просто приказов там на введение порядка. Да, типически это можно рассматривать, но тут много факторов, на самом деле, во что это выйдется. И даже, я думаю, для россиян или для Лукашенко тотального понимания, что будет в случае туда введения Росгвардии либо каких-то войск сложно прочитать, на самом деле. Касательно чрезвычайного военного вводиться не будет показали же в прошлом событии, что используются меры чрезвычайного положения все, все практически меры были использованы за исключением, хотя и исключение передвижения тоже практически не было. Все меры чрезвычайного положения были использованы в мирное время, то есть просто для решения проблем. Потому что Арсений правильно отметил, что введение самого положения это определенные сдержки, как чисто финансовые, так и имиджевые, и экономические в конечном итоге, на займы это влияет, то есть много факторов на самом деле. Вот, поэтому был избран путь простой кандалы. Давайте мы будем использовать методы чрезвычайного положения в мирное время просто-напросто. Давайте обоснуем это все применением как просто противодействие массовым беспорядкам в рамках, если помните, тот 99-й секретный указ, что сливали, да, то есть по сути указ, я конечно не видел, что в нем не знаю, но видя, что там, как он называется и отождествляя основными законопроектами, условно говоря, взяли контртеррористическую операцию фактически за основу, да, просто распространяли ее еще на массовые беспорядки. Вот эта система госреагирования на акт терроризма есть такая, вот куда добавили массовые беспорядки. То есть решили, как сказать, без вот этого всяких законодательных изменений, там, введения чрезвычайных режимов правовых, просто-напросто мы в мирное время используем вот эти вот, какие нам надо меры, и все хорошо. Внешне все красиво, то есть селекторат же не видит, что какое-то ЧП, ВП, все же под контролем, все красиво. И в том числе и внешне в мире то же самое, у нас не полный ЧП, который мы там должны уведомлять, и авиационную какую-то СВП, допустим, там, организации ООН и так далее, и так далее, и так далее, что ограничивается права человека, в том числе и иностранцев, пребывающих у нас. То есть это очень большой пласт проблем, с которым можно столкнуться. А так вот просто применяй все, что тебе надо в рамках какого-то там секретного указа. Ну да, так действительно оно как-то звучит попроще. Хорошо, если Александр еще с нами, если хотел бы что-то добавить насчет чрезвычайного положения, насчет... Вадим, Александр уже не с нами, Александр уже не с нами попрощаться. Да, ну, в принципе, наше время подходит, и это правильно Александр делает, поэтому надо завершаться. Ну и действительно, мне кажется, да, в общем, все, то есть это прозвучало, и все, действительно, сложно что-то добавить, потому что я, в общем, украинского журналистов обычно примерно та же самая, в краткой версии говорю. Поэтому спасибо всем тем, кто сегодня был с нами. Действительно, все мы понимаем, тема очень непростая, и, наверное, уж точно нельзя ее ощупать одним кратким обсуждением. Я вот хотел еще вспомнить, относительно персонализма вспомнить сегодняшний случай совпадения самолета, чтобы про это было. Ну, наверное, все, все успели, два часа нельзя, поэтому еще раз всем спасибо, и будем продолжать. Операторно-аналитические клубы.